Всем привет, сегодня будем рассматривать Виего. Говорят, что это чемпион лесник, что не может никак не радовать. Сперва посмотрим в практике, что у него делают спеллки, прочитаем их и позже уже отправимся играть. Что у нас делает пассива? Души вражеских чемпионов, погибших в течении трех секунд после того, как их поразил Виего, превращается в призрака. Если Виего применяет автотаку к призраку, он починает цель и восстанавливает себе здоровье от ее маг здоровья, и получает доступ к ее не абсолютным умениям, автотакам и предметам на 10 секунд. В течении этого времени Виего может бесплатно применить свои абсолютные умения, а его скорость передвижения увеличивается на 10% при движении к вражеским чемпионам. Что у нас делает кушечка? Пассивно автотаке Виего дополнительно наносит физ урон от текущего запаса здоровья цели. Первая автотака Виего против цели, на которую он недавно носил урон, с помощью умения применяется второй раз, нанося физ урон и восстанавливает ему здоровье в размере со 50% от несенного урона. Эти эффекты действуют и во время подчинения врагов. Окей. Активно Виего совершает выпад с мечом, нанося пораженным оргам физ урон. Так, давайте посмотрим, что это. Окей. Так, в основном, если я его не тыкал, то он просто атакует. Окей. Если я даю кушку, то он дабл атакует, как у мастер Ю, собственно говоря, ешечка. Ну, W, W здесь, видимо, остается в секрете. Но, как я вижу, это что-то наподобие вышки Вай, ой, кушки Вай. Как я уже видел, я где-то, ну, смотрел обзорчик тоже. Скажем так, чем, чем дальше рейндж, тем больше действует контроль. То есть там, если вы вплотную делаете W, то это на 0.25 будет контроля. Если вы делаете на фул рейндж, то будет 1 секунда 0.25. Все довольно-таки неплохо. В основном, говоря, если это лесник, то на третьем левле может спокойно заходить на краба, давать контроль в краба, что и у крабик там будет щиток скидываться, что не может не радовать, опять же. Что у нас делает ешка? Вьего выпускает вперед призрак, который окружает элемент ландшафта черным туманом на 8 секунд. Пока Вьего находится в тумане, на него действует маскировка. Кроме того, его скорость передвижения увеличивается на 20%, а скорость атаки на 30%. Вообще неплохо это. Это что-то наподобие ульты Кианы и, наверное, ешки Кайна, но, правда, он через стены не проходит. Но, в целом, выглядит круто. Там от тех же, не знаю, сражений просто либо убегать, либо опять же там с базы бежать можно на халяву, что дает фрейм С. Так, что у нас сделать ульта? Вьего освобождает все души, которые он подчинил, и телепортируется в выбранное место. По прибытии он атакует чемпиона с наименьшим уровнем здоровья и процентах. Ненадолго замедляя его на 99% и нанося ему физ. урон от недостающего здоровья. Остальные враги поблизости отбрасываются и получают 93% физ. урон. То есть он будет прыгать, как я понял, в человека, у которого будет меньше хп. Окей. Для сравнения еще попробуем как-нибудь посмотреть на это. И, условно говоря, поставим двух манекенов рядом. Одного продамажим. Да. Я взял на ближайшего, у которого фулл хп был, отлетел в другого фулл хп. Вот так вот. Понятненько в целом. Чемпион вроде как не сложный. Единственное, что нужно будет смотреть в игре, как это будет... Ну, как будет работать ульта и пассива. Потому что первые три спелки они вообще легкие. А ульта там нужно будет... Ну, ульта с пассивкой там нужно как-то будет микрить. Ну, собственно, все. Приступим к игре. Так, ну, по рункам, я думаю, что будет два варианта на него. Это либо ПТА, решительное наступление, либо конкуер, завоеватель. А по поводу второй странички рун, точнее, не второй странички рун, а второй ветки, мне кажется, самый оптимальный это беспощадный охотник коллекция глаз, честно говоря. Можно еще брать внезапный удар, потому что у него там прыжочки есть. Вот. Насчет абсолютного охотника, не знаю. Возможно, будет тоже актуально. Потому что, скорее всего, чемпион там будет плюс-минус зависим от ульты сильно и от пассивки. Насчет ненасытного. Ну, в принципе, ненасытный, наверное, тоже будет неплох, потому что большая часть, скорее всего, вы будете понаходиться в инвизе. И просто, не знаю, с усредницей и опять в инвиз уходить. Маскировку. Буду играть против фрексай в лесу. Матчап мне неизвестен, неизвестен. Так что, не знаю, как пойдет, как пойдет. По первым впечатлениям, Вьего должен сейчас быть турбодисбалансным, потому что райты обычно выпускают чемпионов, которые там очень сильные, чтобы, скорее всего, привлечь внимание, а потом нерфить. Хотя, на самом деле, Лиле было не так, наоборот, бафали. А пока что, на первый взгляд, Вьего выглядит очень сильным, особенно из-за его ульты. То, что он может вселяться в человека и просто его спелки тырить. Это что-то наподобие, наверное, наподобие Сайлоса, но только здесь наоборот. Здесь обычные способности вместо ульты. Так, давайте раскидаем сейчас. Поппи на топе. Карма, скорее всего, тоже на топе. Барт-суппорт. Герелия-мидлейн. Йона-мид. Вот так вот. Я думаю, здесь возьмем красный смайт. Мне кажется, будет тяжелее играть против Рэксайки. Хотя, на самом деле, может быть, и я переоцениваю её. Я бы здесь, на самом деле, уделил бы больше внимания в игре мидлейну и бутлейну. На топе вообще ловить нечего. Мне кажется, нам дэмажа просто не хватит. А, попча, походу, на миде будет. Кюкей, фига. Подсвапались. Здесь смарт, смарт. Но вообще, в целом, забирает кэшбавчик неплохо. Посмотрим на линии периодически. Окей. Сейчас заберем Рэд и можем, думаю, выйти на нижнего краба. Хотя, на самом деле, вряд ли получится на нижнего краба выйти. Да, если только через бутлейн. Да, мне придется засмайдить, чтобы хп было. Немного стоим. Теперь можем выходить в кейс. Оп. Ну, неплохо, неплохо. На самом деле, я не уверен, что можем контестить этого крабика. Да. Окей. Так. Лед чемпион, конечно, забавный. Только я почему-то сразу не смог подобрать душу. Возможно, дело в пинге, на самом-то деле. Все, возможно. Ну, трейды... Этот чемпион выигрывает против Роксайки. Ну, в заднем время сразу бежим на верхнего краба. Можно еще немного хп подтырить у мидлейнера. Оп. Отлично. Тупер немного страдает. Ну, из хороших новостей... Мы можем... Экспу получить с этой пачки. Так. Я думаю, что заберу верхние кимпы. Ресетну. Вот. И там можно будет уже по бутлейну, по медуз играть и... Изобрать дракона. Хотя, на самом-то деле... Может попробовать сейчас на мид зайти. Тем более, мы знаем, где сейчас находится в арту Рейли. Мы можем обойти его. Но с другой стороны... С другой стороны... Сможет ли Рейли 2 на 1 разыграть? Мне кажется, нет. Ну, я хотел по крутецкому так все... по всем гриппам попрыгать. Окей. Можем Дрейка забрать. Бут ленд запушил. Мид ленд запушен. Единственное то, что... Либо они будут отвечать на бут пачку. Либо они будут сражаться за этого Дрейка. Да. Они будут сражаться за этого Дрейка. Или... Вдох. Мне Рейли не подходит. Я по-моему... Пошли, пошли, пошли. Этого краба... На этого краба можно забить, на самом деле. На самом деле, можно было не забивать, потому что... На мечка еще рядом стояла. Но, в идеале... нужно чтобы из реально бот вернулся, иначе бы он крипов терял, что невыгодно. Бегу сейчас в топ сайт, заберу синий баф, там грампа, может быть попробовать на топ зайти, но да, мы можем попробовать через ульту Йона разыграть, потом забрать геральда, а либо я сейчас заберу синий баф, и можно будет на мид лейн зайти. Да, но чемпион выглядит супер круто. Окей, хороший ульт от. Пауммм! Так а если я в сне угри ультану. Ааа, окей, я понял как ульта работает. Эдлона один раз работает, а я могу еще раз. Тут наподобие ульты пайка на самом-то деле. Ну круто, круто. Нет, что у меня обнаружили в этой маскировке. Ситуация неприятная. Так, снова в целом, можно здесь табики собрать. У них три адшника будет. Так же в целом, я этот, вега, что-то наподобие брузни. Полуассасин, полу брузня какая-то. Ну, билл буду для брузера собирать. Что-то наподобие таренька, не знаю, стера, гидра какая-нибудь. Так, есть смысл ешку качать? Я просто не знаю, какие статы дают доп. Скорее всего, контроль не увеличивает. Только дэмэдж, аешка, передвижение, скорость атаки. Наверное, даже лучше W будет качать. Такс. Я попробовал бы на батлейн зайти, но там вард стоит. И они через портал спокойно выйдут. Поэтому просто будем пока прессердовать, если что, может задавим их. В любом случае, нам нужен здесь ашивас на дрейк скоро. Может быть сейчас попробовать на миль зайти. Дэмэджа у меня вообще нет, конечно. Как котейка наплакал. Я думал, будет получше как-то. Я думаю, что ульта есть. Я думаю, что ульта есть. Бегите. Вообще... Не знаю, может стоило кракен собирать. Тринька тоже должна быть неплохо. Не, лучше Тринька, скорее всего, а потом Боттер какой-нибудь. Боттер должен, кстати, хорошо заходить из-за... Из-за его втуху, повторяющихся. То же самое почти как на Юи собирать. Может Геральт юзать. Скорее всего, Бартальт тонет. Но там, в любом случае, у меня уже у Геральт кончался. Ой, не дотянулся. Не знаю, там... По-моему, Барт очень рано ультанул. И голду я все равно получил. У нас есть время забрать Геральта у Дрейка. Так что... Поднавались. Окей, успел подстанить. Что, дэмэджа по Рейле вообще нету? Какая Рейле, видимо... Ну то, что расфиженная, но хотя 5-1 идет. Видимо, мой чемпион не настолько балансный, чтобы убить эту Рейлю. Еще не сбалансный. Так, что-то у меня... С Трицаха до Тринки. С Трицаха до Тринки. Ладно, мы продолжаем фармить. Надеемся, что Изреальчик подгелит. Так, у меня Тринька уже на базе есть. Сейчас... Подресетаем. Геральта контеста этого не можем. Мы слабее сейчас намного. Интересно, а будешь ли давить? Походу, нет. Так, Тринька появилась. Я думаю, мы можем пытаться выйти в этот... В Боторг сейчас. А потом уже в Стирак. По ощущениям, как-то без Боторга дэмэджа не будет. Хотя, может, я просто недооцениваю. И, скорее всего, я просто по Рейли все время пытался сыграть. Которого я просто пробить не могу. Пффф, окей. Эх. Не, вообще, дэмэдж есть, есть. Все, я... Видимо, Бесринки просто пытался ее убить. Поэтому, по ощущениям, такое было. Кстати, коллектор тоже должен быть неплох. И за 5% это то, что экзекьютает. Нам пока... Нас пока что интересует... Боторг. Единственное то, что мне не нравится в сборщике долгов, это смертоносность. Ой, точнее, не смертоносность, а криты. Просто на чемпионов собирать, которым не нужны криты, такое. На самом деле, можно даже фул критового этого собрать. Я думаю, хуже не будет. Интересно, здесь работает на... Давайте еще проверим. Да, работает. Вот я и проверил. Ну, прикольно, прикольно. Да, ээээ... В плюс флеш работает. Потравил только что. В принципе, если я выживу и кого-нибудь убьем наподобие релей, какой-нибудь я вне ульта ну. На пальчик сперва на боте надо бы запушить. Ой-ой-ой, что-то как-то это... Кайса потрусила немного. Эх... Если бы я успел подобрать душу, я бы был в неувезимости на какое-то время. И, может быть, смогли бы что-то сделать. Щитом в лицо, окей. Оп-оп. Почти. Или... Ну, все, тут... Переиграли. Если они будут бить дракона, они не будут его долго бить, поэтому мы можем успеть на него. Эх... Не ожидал, что там Кайса будет, на самом-то деле. Я думал, там карма, бард. На самом-то деле, я сейчас заберу просто големов, и пойду на бот-лейн, и, может, попробую Кайса убить. Ну, големов, кстати, я ни разу не трогал. Первого левела стоят. Так. 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 Сейчас это как дэш работает. Эээх. Ладно на самом деле имеет смысл просто в топ фармить, слишком тяжело на боте разыграть Чего раз заберу, потом просто в топ буду фармить опять Эх походу, я не помню я смог бы сделать второй стак или нет Я вроде две метки повесил на этот На карму, но вроде один раз только прыгнул Интересно, пассивки работают или нет? Так, секундочку Не абсолютные умения и автоатаки И предметом Но учитывается ли это пассивку походу? По идее должно учитываться пассивку, я же видел стак с Ешки Ну там анимация была Там всем будет фигский нок Вот Блин Блин Да, пассивка тоже копируется. Какая там демаджи влетела. Да, Андрейк встает, нам ресетать бы надо. Не, ну круто, круто. Прикольный герой. Я даже сказал очень. Особенно то, что он может влететь, кого-то убить, вселиться в него. Тем самым быть неуязвимым на секунду-полторы. И тем самым очень много времени выиграть для своей команды. Так, нам нужен стирак. Нравится мне этот прям чемпион. Скорее всего буду наигрывать его. Единственное, что нужно будет смотреть, как он будет выглядеть с остальными лесниками. Смотрите. 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 Эх. Немного кнопки перепутал. Когда я взял с полки кармы, я хотел мантра Е нажать. А в итоге я просто ультанул. Чувствуется еще такое некомфортное чувство, конечно. Хочется использовать ульту чемпиона, но ее нет просто. У меня 150 голдов за стирака. Я думаю, что с стираком я буду почти не убиваем. На самом деле, если мы сейчас файт выиграем, мы сможем нашу разобрать. Сейчас догоним. Ну почти, почти свалил. Не хочется стрельщик своей команде помогать. Щеточек, щеточек, подбери щеточек. Щеточек. Хорошо. Такс. Значит, мы соберем, наверное. Я думаю, можно собрать Га. Можно собрать какой-нибудь Тиомат. Либо Блудзистер я бы какой-нибудь тоже собрал. Хотя Блэкливер тоже на него может сесть хорошо. Но мне кажется, лучше какой-нибудь БДЗНС либо Гаса брать. Давайте я, наверное, Гаса беру. Где она тут у меня? Нам нужно по дракону больше, чтобы черта дракона взять. Кстати, этот дракон, кстати, хорошо скиллится с моей ультой. Будем быстро бегать после использования ульты. Будем довольны и все. Будем довольны и все. Да как же она долго встает. Так, а че у меня кушка пропала? Просто черный квадрат теперь. О, понял, понял. Багулины, походу, еще есть. О, понял, есть. О, это04. ну все теперь просто черные способности их просто теперь не видно черные квадраты пуф опт неуязвимость точу я-то танчу ну-ка не понял держим лук что-то не то промазал ультой за этом чемпионе вообще фланкать можно или нет в принципе из-за ешки можно так чисто в бочину забегать так у меня ульты нет ребят но вообще можем развернуться можем можем все это будет нет походу не можем было пульта я бы там попрыгал бы пацанам так Эх, нужно было сразу ультовать, если бы я сразу ультанул, в основном говоря, без W кармы сразу был в жалобы, я бы скорее всех бы там убил. Не, то ж ульта как ультопайка работает, это круто, без претензий вообще. Но мне кажется, это будет нерфить. Чё ульта появится, можем сфайтить будет. Эх, я ультовой промазал. Эх. Так, ну в принципе есть голда нога, либо можно купить что-то такое, чтобы прям поизвращаться. Давайте реально лучше этот неосыпную гидру потравим. Наш ворчика забрали. Так, теперь гидра появилась. У меня сейчас флеш будет на следующий файт. Пойду сейчас заберу красный баф. Там можно будет зафайтить. В идеале, конечно, забрать либо в эрелью превратиться, чтобы там на кушечке попрыгать. А либо карму, чтобы там... Единственное, что мне не нравится то, что мантр нет у кармы. А так, что просто кушка какая-то бесполезная немного. А, если я никуда не попадаю, то это просто лужа такая, да? Окей, окей. Будем знать. Я думаю, там в целом типа не будет ничего, если... Если ничего нет, никакого препятствия. Я бы задавалился с рельей попробовал. Хотя у нее турнмейл. Но мы в любом случае ждем элдера. Что? Пацаны! Эх! Подставились под полку! ульту барда за я сможем ли что сделать против не когда у них будет элдер когда они заберут элдер они у них руки развяжутся такс мне нужно га либо место га мы можем попробовать собрать кровопийцу у нас бы тут много сустейна ай-яй-яй эх почти так что делаем живем ждем пока у них элдер пропадет а пока у них есть элдер там нет смысла файт любой файт под элдером мы проиграем если мы язык какой-то контроль не убьем эх ну в принципе почти за дуэлил кстати вот почти но возможно и рель афк шла и не сразу не использовал свою ультимативную способность поэтому я не знаю ой-ой-ой хороший файт хороший файт должен выигрывать вы молодцы вы молодцы вообще есть шанс закончить попробовать но попе нужно будет танчи тауэр ну и закончено не хотя бы забрать но не давайте крипам умереть пацаны а не бойтесь не бойтесь заходить не могу перед вылить и не знаю на самом деле как я столько ей дэмэджи снял хп снял сверли когда на колемах был ребята но но не умираете на 25 секунды меня арестность заживем быть обычная сфера забвения скоро уже будет и нами я правда не знаю что это а хил резко а а а а и а а а Продолжение следует... Ну давай, давай, чё так долго превращаешься, ё-мое. Как же какая-то неудобная. Полгода превращается. Мне ж показалось, что я думал карма где-то будет. Какие-то дефы, дефы. Нормально, нормально. Живём. Такс. Либо Га, либо Блудзистер. Мне кажется Блудзистер. Ещё подочку куплю какой-нибудь. Эликсир гнева. Всё, теперь мы сильные, мощные. Файл за Элдера должен быть. Кто выиграет файл за Элдера, тот закончит игру скорее всего. Сажим команду. В целом пока не на Элдере бегает. Можно конечно пробовать нит подпушить. Теперь мы берём файл за Элдер. Мы без файта на Элдере боходим. Я пошёл выдаю. а эх щитом в лицо я из рюлик вернулся. Возможно на самом деле стоило после рели просто по нексусу играть. Но мы же честные люди, правильно? Мы же не бакторим. Мы сражаемся, потом победители побеждают, а проигравшие, естественно, проигрывают. Значит, скорее всего, если бы из рюлика не вылетел, может мы бы это смогли закончить. Ой, хорошо. Эх, не особо хорошо. И по поводу руны Ultimate Hunter нет смысла брать на Виего. Не знаю, постоянно хочу сказать Йоны, но вот на Виего. Потому что у него и так как ультопайк откатывается, так что не смысла брать. Ну все, сейчас будет. А, ну я же еще Элдор, ёптить. Ну все, сейчас будет. А, ну я же еще Элдор, ёптить. А, ну я же Элдор. Так, ну шо, портва за файти может? Окей, ошибаются. Или нет? Окей, живем. Или не живем? Сейчас ешка будет. Окей, израильчик. Нет, ну не... Что за секунд мод? Ну ё-моё. Ладно, ладно. Видимо это не последняя битва. Может как-то я могу улучшить свой инвентарь? Ну, в принципе, вместо ботинок можно типа собрать... Что можем собрать? Не знаю, тот же был кливер какой-нибудь. Но я не знаю, хватит ли мне эмэса. 460. Ну и за ешки, в принципе, может быть, имеет смысл. Или может просто собрать этот пробивание. Давайте пробуем сперва с пробиванием катнуть. Поехали. Опа, стенка на стенку, хороший львт от рейдин сам плодин Догоним? Я не догонил Ну вот кайса, она очень долго перевоплощается Ну чемпион турбозабавный, вот я не знаю, мне понравилось, скорее всего я буду его мейнить Вот, что могу еще сказать Все, собственно Посмотрим, скорее всего мне кажется будет даже играться на пруссене Единственное, что как его будут бафить, нерфить Мне кажется, скорее всего его будут нерфить Вот Ну собственно все, спасибо, что смотрели До скорых встреч, покеда вам